Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Региональная сеть». Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Говорю здравствуйте слушателям и приветствую гостя нашей студии. Это предприниматель, депутат Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Аня, добрый день. И всем слушателям тоже прекрасного летнего дня. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать вопросы через форму анонсов на нашем сайте хакирова.ру. Есть два вопроса. Я не знаю, как мы построим программу. Мы сначала на них ответим или будем отвечать в процессе? Можно в процессе. Давайте в процессе. Там они так или иначе связаны с коронавирусом, поэтому я вас спрошу по ходу. Ну, давайте мы все-таки от бизнеса оттолкнемся. Мы сейчас вот фактически, да, смена у нас гостей произошла в студии. Вы столкнулись с теми людьми, которые уходили после разворота. Азия Сагаев, Татьяна Максимчук и Андрей Вавилов. Говорили мы о тех мерах поддержки для бизнеса, которые будут сейчас обсуждаются и будут, видимо, приниматься на следующей неделе на заседании ЗАГС Собрания. И о том, что предпринимательское сообщество, как минимум, часть этих мер рассматривает как декоративные. Ну, не в том смысле, что помощи не будет вообще, а в том смысле, что говорится о помощи много и широко. Но получить ее в итоге при тех условиях, которые прописаны, может очень ограниченное число предпринимателей. Очень ограниченное. Вы скажите, пожалуйста, вот ваши знакомые, кто в бизнесе работает, там, да, может быть, ваши коллеги, может быть, вы сами, пытались воспользоваться какой-то помощью из обещанной государством? И если да, то получили. Ань, ну, во-первых, на самом деле я родился и живу давно в этом городе. Значит, у меня очень много, на самом деле, знакомых, очень много предпринимателей, людей, которые занимаются различным видом бизнеса. Значит, и малым, и средним, и крупным. Но насколько я там, мы общаемся между собой, и поначалу кто-то какие-то делал попытки, то фактически из своих знакомых, близких я, наверное, знаю всего одного человека, который получил минимальную оплату труда по агентству путешествий. То есть это субсидии обещанные 12-130. Да, да, да. Все остальные попытки кого-то там обратиться в органы налоговые, в банки и все прочее, ну, как бы успеха никакого не имели. То, наверное, статистика очень близкая, которую мы сегодня там обсуждаем, то примерно если у нас на последний период 150 организаций малого и среднего бизнеса обратилось в банки и в различные структуры за помощью, там примерно поддержка составляет на выходе 10%. То есть это максимум 10%. Это максимум, да. Каждый десятый, не больше. Да, каждый десятый, в принципе, как бы, ну... Это еще не все обратились. Тут же не надо удивляться тому, что... Чему не надо удивляться, да. Мы с вами понимаем, что отношение там всегда власти к бизнесу, особенно к малому и среднему, всегда было такое очень, как-то аккуратно сказать, такое отдаленное. В общем-то, никогда они не пользовались тем, чтобы там поддерживать и развивать малый и средний бизнес и пытаться ему чем-то помочь. Конечно, все последние там годы власть ориентирована на крупные компании, на олигархов. И понятно, что в данном случае и вся помощь, и все взаимоотношения будут выстраиваться именно в сторону крупных компаний. Так, подождите. А крупные компании потом наполнять бюджет наш смогут или не смогут? Смотри, 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 надо сразу там понимать... Завтра умирать не собираешься. Подожди, надо сразу понимать там вещь, да, что в голове там у власти там, да. Значит, они делят на две части. Крупный бизнес и, как я говорю, олигархическая компания – это ВВП, это внутренний валовый продукт. И плюс – это региональные бюджеты. Значит, малый и средний бизнес, самозанятость – это рабочие места. Да, вот эта развилка, которая вот так определяет. То есть они малый бизнес не воспринимают серьезно как налогоплательщик? Да, ну, на самом деле, если честно говорить, то, в общем-то, на самом деле, мы сегодня делаем, обеспечиваем рабочие места и развитие. Мы, конечно, если мы говорим про региональный бюджет и про федеральный, конечно, формирование бюджета идет в основном за счет крупных компаний. Значит, то в данном случае они считают, что для них важнее сегодня региональный бюджет и внутренний валовый продукт, ВВП там, да. И, следовательно, помогать надо крупненько. Да, и мы видим, что так и будет. Нет, это, в принципе, видно, это всегда так было, и сейчас это особенно заметно. То в данном случае сегодня создается иллюзия, то, что мы про вас тоже как бы помним. И вот, видите, мы вам готовы помочь. Ну, вернее всего, что получится очень немногим помочь. Но, тем не менее, для телевизора они эту картинку отыграют. Я думаю, что и губернатор, и президенту, и премьер все скажут, что как они отчитаются. Конечно, это будет очень красиво выглядеть. Я думаю, что это будет просто изумительно, потому что я хочу сказать, что я разговариваю с некоторыми людьми, которые не связаны с бизнесом. У них есть четкое понимание после выступления президента, когда он говорит о том, что будет оказана такая-то помощь малому и среднему бизнесу. Они считают, что все... В деньгах купаются. Да, в деньгах купаются, и почему-то они не хотят нам платить зарплату на май, так как вроде президент всем деньги дал, а бизнес нам деньги дать не хочет. Зажали. Да, значит, зажали, и, видимо, очередные купили машины. То в данном случае, это же посыл такой, он как бы идет по телевизору на федеральном уровне, что помощь оказывается всем. Не только господину Сечину или каким-то нашим крупным региональным компаниям, особенно сельскому хозяйству. То тут, в общем-то, надо это реально понимать, что это все работает на картинку. Хорошо. Если власть не воспринимает малый бизнес как серьезных налогоплательщиков, и средний бизнес, может быть, не воспринимает как серьезных налогоплательщиков, то ведь она, наверное, и не расстроится, если наш малый бизнес предпримет тот шаг, о котором сейчас они активно в Телеграме говорят в группе «Вятский бизнес». Да, там было предложение, а давайте мы дружно бизнесов 300-400 возьмем и перерегистрируемся в Удмуртию. Эти цифры, они все равно в Москву уплывут. Это будет видно, это будет заметно. И наверняка кто-то здесь получит по шапке. Вот этот ход, он насколько с точки зрения привлечения внимания к себе со стороны бизнеса оправдан мог бы быть? Ну, мне кажется, никто в эту историю на самом деле не верит. И снова возвращаясь к политике сегодня власти, и федеральной, и региональной, и муниципальной, они все понимают, что, ну, что такое, ну, умрут там какие-то мелкие средний бизнес, на их места придут другие. Вот если умрет какой-то крупняк, это наш там товарищ, близкий друг, и плюс у него там работают, допустим, на предприятии. Если умрет, мы имеем в виду, бизнес закроется. Да, да, да. То, ну, конечно, по-другому-то как. Значит, то они вообще эти риски воспринимают очень спокойно. И я так понимаю, что мы же видим, что сегодня та ситуация, которая, в общем-то, породила за последние 10-15 лет, что отношение к малому и среднему бизнесу очень негативное. Почему? Ну, потому что ведь кто слушал президента Владимира Владимировича, когда его спросили, как он относится там вообще к бизнесу, он сказал, ну, к малому и среднему, что у него какое-то вот, как и у всего населения, большинство отношений, что это такие мелкие какие-то жулики, и что-то они там торгуют, продают. То, в общем-то, к сожалению, в обществе так и основная тенденция такая и осталась. И понятно, что сегодня, еще раз говорю, когда будет выбор стоять между крупником и малым и средним бизнесом, однозначно все будет располагаться в то направлении. И никого не волнует, что по оценкам Торговой палаты Российской Федерации, после коронавируса примерно 3 миллиона средних малых предприятий будут закрыты. Значит, в зоне риска примерно на первый взгляд сегодня ощущение того, что они примерно прикинули, что в зоне риска по рабочим местам потери работы около 9-11 миллионов жителей Российской Федерации. И куда эти люди пойдут? Вы говорите, что поддерживают малый бизнес для того, чтобы сохранить более-менее стабильную ситуацию на рынке труда. Куда эти люди пойдут? Смотри, Аня, они как бы не думают об этом. Они, вернее всего, пойдут на биржу и вставать будут. Ну, сколько-то они там постоят. Постоят, да. Я еще раз говорю, что государство никогда, российское, не работало на все направления. Они просчитывают именно то, что им сегодня ближе и с тем, с чем они справятся. Мы там с тобой говорим о том, что, в общем-то, сегодня такая складывается ситуация в стране, да, что, в общем-то, надо помогать, наверное, всем. И населению, и малому, и среднему, и, наверное, и крупному бизнесу. Хотя, мне кажется, все-таки крупному бизнесу гораздо легче, чем, значит, малому и среднему. Потому что, если посмотреть по нашему городу, у нас сегодня такой праздничный день, у нас, наконец-то, люди смогут 21 числа пойти в парикмахерские там, да. При этом все крупные бизнесы, которые у нас называются или градообразующие, или крупные, которые... Системообразующие, да. Системообразующие, они работают уже практически без остановки и давно, значит. Но это не значит, что они не пострадали. Вот в чем дело-то. Они, конечно... Они тоже несут какие-то потери. Мы видим, что сегодня происходит. Конечно, страдают все, да. И сегодня выбирать, кто сильнее, кто слабее, это такая очень неблагодарная история. Но я хочу сказать, что в данном-то случае получается, что мы там больше должны с вами даже понимать то, что сегодня уже коронавирус не так страшен, а уже страшно то, что будет после него. И от того, как будет себя правильно вести власть федеральная, региональная, муниципальная, зависит, когда в ближайшее время там или в каком-то ближайшем будущем, как мы будем выходить из социально-экономической ситуации. Что будет с рабочими местами, что будет с предприятиями, малым-средним бизнесом, какие будут средние там в области сохраняться или не сохраняться минимальные зарплаты, или все-таки все упадет. От этого зависит вообще жизнь территории. От этого зависит, останутся люди в Кировской области или приедут в Москву на освободившиеся площади, которые пока в аренду дешевле. В общем формате о том, что эмиграция с таких территорий, как Кировская область, в ближайшее время, по всем данным, только будет возрастать. Печально, если так. Это значит, что здесь все будет умирать постепенно. А мы видим, как город умирает, мы видим, как он изменился. Вот я сейчас последнее, спасибо там, в том числе и коронавирусу, я очень много времени проводил в городе, там, последний весь период времени, именно ходил пешком, особенно по тем местам детства, где я всю жизнь вырос. Но у меня, конечно, удручающее состояние то, что в городе. Это какие парки, это какие скверы, что нет тротуар, кругом грязь, никто ничего не прибирается, лестницы везде в центральных местах развалились, там, посмотреть на бывший кинотеатр «Октябрь», ну, просто стыд да позор. Нет в городе хозяина. Хозяина в городе нет, к сожалению. Хозяин нужен, мы об этом чуть позже поговорим. Давайте я вам вопрос от Александра все-таки задам, слушателя нашего сайта. Пишет Александр, что рад вас слышать, в добром здравии. Спасибо, Александр, я тоже. И задает вам вопрос, кому сегодня на Руси и в Кировской области жить хорошо, кто заработал на этой ситуации с коронавирусом. Ну и спрашивает вашего совета, чем заняться, было кафе, закрыл. Вопрос интересный, но смотрите, там, без всяких там перекосов, наверное, в сегодняшней ситуации мы понимаем, что, наверное, более-менее спокойно себя чувствуют бюджетники, потому что им платит бюджет стабильно. Да, чиновники, значит... Ну, они те же бюджетники, по большому счету. Ну, нет, я думаю, что бюджетники и чиновники, это разные на самом деле вещи, у них даже и взгляды, и зарплаты все разные. Ну, я имею в виду, что вот это бюджетная сфера. Плюс не совсем, ну, уверенно, допустим, в этой ситуации себя чувствуют пенсионеры. Пока еще. Пока еще, да. При всем при этом мы там понимаем, что есть еще определенная часть, это работники крупных предприятий. Да, значит, вот то, что я и говорю даже электорально, на что делает власть опору, и на что они будут однозначно выделять деньги и помогать. Объясню, почему. С точки зрения электорально. 14 миллионов сегодня у нас работают в бюджете. Примерно крупные компании там, Роснефть, Транснефть, и вообще крупные компании там, как вот у нас в Кирове, там есть там Т-Плюс, Уралхим и все прочее. Это вы по России сейчас цифры придете? Да, да, 10 миллионов и плюс пенсионеров 40. Значит, примерно где-то у нас сегодня в электоральном, вот кому однозначно будет неплохо, это примерно 70 миллионов. Значит, это на то, что власть сегодня понимает, что это лежит на их плечах. Это те люди, которые пойдут голосовать. Да, они одновременно и требуют поддержки, и одновременно они на них рассчитывают. Значит, мы говорим сегодня малый и средний бизнес плюс самозанятые. Это примерно 30 миллионов. Да, кому вернее всего, что то, что мы сейчас обсуждаем, никакой помощи не будет. В большинстве случаев это молодежь. Да, это те, кто с ними одни хлопоты, как власть говорит, да, постоянно чем-то недовольны, телевизор не смотрят. По митингам бегают. По митингам бегают, интернет читают, телевизор наш любимый не смотрит ни Соловьева, ни Киселева, никого. То понятно, что в данном случае мы сегодня видим, что эта тенденция, она в принципе и сохраняется с точки зрения поддержки экономики. То есть хорошо жить тем, кто электорально верен власти. Вы про это. Да, да, ну так сходится. А они и обращают внимание именно туда, где одновременно они видят двойную пользу. Они им и помогают, они за них голосуют. И это, к сожалению, так. Хотя, конечно, по этим принципам выбирать людей просто морально некрасиво. Чем посоветуете заняться Александру вместо кафе, который он закрыл? Да, Саша, это самый сложный вопрос на самом деле. Даже вот сходу не скажу, потому что вернее всего, что ты не одинок будешь в закрытиях. И я думаю, что пик всех последствий коронавируса и из него выхода мы будем ощущать примерно в августе-сентябре. Значит, я вам скажу, что по предварительным подсчетам уже то, что я читаю и вижу, что министерство Кировской области уже говорит, что выпадающих доходов по бюджету примерно 10% это 4 миллиарда. А мне кажется, что это не окончательная цифра. Значит, по расчетам экономистов, которые занимаются регионами, это может составлять от 15 до 30%, то в нашем диапазоне это примерно 6-7 миллиардов у нас выпадающих доходов. То это будет очень тяжелая ситуация, даже для бюджета, потому что, насколько я правильно прочитал, у нас первый квартал даже 2020 года, еще не заходя в апрель-май стояние, у нас где-то провал был примерно около 2 миллиардов по налогам. Значит, и вернее всего, что то, что сегодня происходит, это, конечно, будет собираться НДС, это федеральный, все, что регионально и муниципально, с этим будут очень большие проблемы. Это налог на прибыль, это НДФЛ, это ОСН. Значит, и, конечно, все бюджеты будут проваливаться, и сегодня очень много будет зависеть от позиций правительства Кировской области, губернатора и же с ними, как мы будем выходить из той ситуации, которая будет складываться. Открывать новый бизнес вообще выгодно и возможно будет в это время? Ну, мы же сами понимаем, что кто-то будет закрываться, кто-то будет заново открываться. Конечно, пробовать надо, но... Будут сферы, которые будут востребованы потребителям? Ну, мне ведь кажется, что если сегодня там закроются, ну, к примеру, даже 50% общепита, то через какой-то промежуток процентов 15% заново будут открываться. Ну, потому что людям есть надо в любом случае. Не есть, но все равно мы привыкли к этой культуре и никуда не денемся. То есть вы все-таки про общение больше не приведете. И главный формат того, что, ну, наверное, поменяется чек. Но в данном случае все равно спрос будет. То есть люди будут ходить, общаться, собираться. А как? Ведь жизнь-то продолжается. Да, да. Не просидишь весь день дома. Точнее, весь месяц, да. Прошу прощения. Так, еще, Дмитрий Михайлович, такая история, которая тоже у нас достаточно часто поднимается. Спрашивает вас, Григорий, я не знаю, насколько по адресу вопрос, будет ли организован летний отдых детей в городе Кирове, и почему об этом никто не беспокоится? Кружки, спортивные секции закрыты, дети сидят заперти два месяца. Это самая большая проблема, и главное, что на самом деле тишина полная. Я так понимаю, что... И какое-то шевеление есть, но непонятное пока совершенно. Видите, мы до сих пор находимся в подвисшем состоянии, мы совершенно не понимаем ситуацию по коронавирусу, да. 70 заболевших сегодня по области. Да, мы все-таки не вышли на плату, походу. Значит, при этом мы видим там динамику, что становится гораздо больше, если то, что у нас еще две недели назад три не было тяжелых, у нас было много заболевших, но не было тяжелых. Сегодня, как и в Кировской области, и там в Москве, и особенно в Дагестане, мы видим, что тяжелых становится все больше. Значит, от этого, видимо, и будет зависеть ситуация, но мне кажется, июнь месяц это точно не лагерная смена. Точно нет. Да, мы в лучшем случае будем понимать, что это июль, но хотя мне кажется, что по закону, как говорят врачи, вторая волна, она неизбежна. Значит, то вернее всего, что судя по тому, что я вижу и читаю, мне кажется, в этом году вообще с отпусками и с каникулами будет очень сложная история. Из этого и хотелось бы, чтобы городские власти обратили внимание на все скверы и парки и подготовили их для детей. Потому что на сегодняшний день мы видим, что фактически ничего не готово. Вот как раз от власти очень многое и зависит, как она стратегически думает и как она готовится на шаг на два вперед для того, чтобы, если не будет сегодня там лагерей детских, да. А дети будут сидеть дома? Да, мы понимаем, что они не уедут с родителями в отпуска, и очень большая часть детей останется в городе. Что город будет с ними делать? Как они организуют их недосуг? Как они их завлекут? Учитывая, что собираться вместе нельзя, да, и эти дети будут, ну, может быть, там компаниями. Нет, я имею в виду, организованы, ни одно учреждение дополнительного образования на себя не возьмет. Мы сегодня видим, что молодежь, она остается молодежью, она ходит большими толпами, они встречаются, они общаются, они сидят, они разговаривают. Сделайте так, чтобы они сидели на социально безопасном расстоянии. Да, и в данном случае, чтобы были для этого места. У нас, слава богу, есть хоть какие-то оставшиеся парки, которые Владимир Васильевич Быков у нас не все забрал в свое время, да. Значит, ну, надо сегодня бросить все силы для того, чтобы эти парки функционировали и для маленьких детей. Для детей и подростков. Да, и там было все комфортно, чисто, чтобы там стояли туалеты, бежала вода, и, в общем-то, там кто-то прибирался и все это создаёт. Мне кажется, что это вот очень важный вопрос, и, конечно, городская власть должна и областная этим очень плотно заниматься. Ещё один вопрос, копилочку города тоже я записываю, мы обязательно к нему перейдём и обратимся. Значит, сейчас давайте мы сделаем вот что. Мы всё-таки с вами посчитаем бюджетные деньги, те самые, которые... Это не бюджетные деньги, это наши с вами деньги. Наши с вами деньги. Деньги, не бывает бюджетных денег. Чиновники, мы-то дали волю для того, чтобы они их распределяли в интересах большинства. К сожалению, эта методика не работает. Видели ли вы, Дмитрий Михайлович, новость, которую вчера опубликовали наши коллеги? Наши коллеги обнаружили, там, портал Кировский, Ньюслер, по-моему, на сайте правительства области постановление о том, что потратят 100 миллионов рублей, власти намерены потратить 100 миллионов рублей на строительство новых зданий резиденции на Чёрном озере. Резиденция на Чёрном озере, это так называемая правительственная дача, там я или не знаю, как её назвать. Там в своё время жил Никита Юрьевич Белых, там несколько его заместителей, насколько я понимаю, долго жили. Сейчас вот недавно буквально там жил вице-губернатор Андрей Плитко. Где и получил взятку. Ну, во всяком случае, нашли её там. Ну, да, да. Нашли её там. Задержан был там. Вот. И планируется построить какие-то новые объекты площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2023 году. В этом году власти выделяют 5 миллионов на проектную документацию, как я понимаю, да. На само строительство потратят 95 миллионов. Это всё история постановления, которые изданы в феврале месяце. Вот то, что нашли журналисты, это февральская история. То есть до коронавируса. Да. Но, тем не менее, после того, как вчера все СМИ написали, сегодня я не видела никакого опровержения там, да, о том, что мы не будем тратить эти 100 миллионов. Хотя, мне кажется, надо было в первую очередь это сделать, да. Вот вам как кажется, это своевременные расходы или нет? И вообще там что, так плохо всё на Чёрном озере? Ну, Ань, знаешь, я как тебе скажу, первое время чумы, он как бы, вот, к сожалению, везде присутствует. Вот мы сегодня там даже внимательно посмотрим. Мы с тобой не зря говорили о том, что я сказал, что бюджеты региональные, муниципальные и федеральные будут в этом году очень тяжёлые. Давайте сравним. Вот 100 миллионов — это что? Да, да, да. Я сейчас тебе переведу. Да, хорошо. Значит, смотри, как бы мы понимаем, что, я сказал, что из 40 миллиардов регионального бюджета, где там, как у нас докладывают 67, это социальное обеспечение населения там, да, значит, мы примерно сегодня недополучим в пределах 5-6 миллиардов. Так много. Да, ну, я тебе говорю, что это же, наши сейчас заявляет Минфин примерно 10%, и я говорю, что это 15, да, значит. При этом мы говорим, что в данной ситуации делают нормальные люди. Они начинают сокращать расходы, да, не наращивать, а их сокращать. Смотреть всё, что можно снять в этом году, всё, что необходимо, оставлять, всё, что можно перенести, надо переносить. Главное, что обеспечить там зарплату, значит, все необходимые вещи, связанные с работой образовательной системы, здравоохранения и всё прочее. Социальная сфера. Социальная сфера, да. Значит, всё, что остальное не нужно, это всё должно урезаться, потому что мы видим сегодня, что бюджет будет очень тяжёлый. Так? Значит, на... Ну, в этом году всего 5 миллионов выделяют. Ну, слушайте, ну, смешные деньги. Слушай, вот я тебе скажу, что проблемы с бюджетом ведь начались не в этом году. Примерно ведь в конце того года уже тенденция была понятна. И то, что нам сегодня говорят, что у нас бюджет там без дефицита и профицита там в нолях там, да, но это искусственно сделано, мы понимаем, что мы в дефиците. Значит, сейчас этот дефицит возрастёт до 15 процентов. Это очень много на самом деле. Значит, и в данном случае, конечно, все эти расходы и опять это боярские замашки, но это, я считаю, что вообще это просто какое-то неуважение к населению, потому что, в принципе, 100 миллионов можно было чуть-чуть ещё добавить и можно построить детский сад. Ага, вот они 100 миллионов. Ну, примерно, у нас примерно, я смотрю там по Чепецку, они открывают там детские сады, примерно 100-150 человек, это примерно 120-150 миллионов там, да. Значит, то, конечно, можно придумать очень много нужных вещей для того, чтобы эти 100 миллионов куда-то перераспределить. Хорошо. Значит, я тебе больше скажу, на самом деле никакой необходимости в этой резиденции нет. Вы уверены? Я 100-100% уверен, тебе скажу почему. Значит, вообще, в своё время до 97-98 года, ещё в начале 91-го года, я просто вырос в том районе, это озеро Черное, значит, у нас там у товарищей были сады, и мы там постоянно бегали, занимались спортом. Значит, в начале 90-х годов, по-моему, десятников передал всё это. Это и раньше называлось там обкума партии резиденция, значит, на самом деле там никто практически не находился, её строили для приезда Брежнева, но он так и не приехал. Понятно. То есть такая дежурная дача. Да, ну вот никто не знал, что с ней делать. Вот в 91-м году десятников правильно принял решение, он передал это, по-моему, Министерству образования, о, здравоохранения. Там был санаторий, по-моему. Детский санаторий, да, восстановительный. Значит, в 97-м, восьмом году, когда ситуация была плохая и финансировать было нечем, были тяжёлые времена, её снова передали в правительство Кировской области, и она находилась в полномочии, тогда был губернатором Сергеенко. Значит, в 2003-м году, значит, при приходе Николая Ивановича Шаклеяна, значит, туда были брошены небывалые деньги, там перегородили всю территорию, делали для Николая Ивановича такую резиденцию по всем необходимым уровням для солидности. Он там жил, или это он туда приезжал? И, на самом деле, Николай Иванович там практически и не жил. Ага, понятно. Значит, потом это по наследству передалось Никите Юрьевичу Белых, там жила новая команда реформаторов. То есть, там надо объяснить просто слушателям, там есть большое здание, насколько я понимаю, да, есть небольшой домик. Насколько я понимаю, Никита Юрьевич жил в небольшом домике, а часть там команды жила... Никита Юрьевич, я так понимаю, жил в какой-то небольшой период времени. Значит, среди шоферов, водителей, которые работали в правительстве области, все, что там происходило, называлось Дом-3. О, понятно. Да, но Дом-2 есть и есть Дом-3. Значит, с приходом господина Васильева в эту резиденцию заехал вице-губернатор Плитко, который, в общем-то, тоже там проживал с кем-то и еще умудрялся в этом же месте брать взятки. То у меня есть четкое понимание, что вот сегодня пришло такое время, и мы говорим, что у нас сегодня не хватает ни лагерей, ни санаторий, ничего. Наверное, пришло снова время, когда это надо все обратно передать в Министерство образования или здравоохранения, для того, чтобы там создать какой-то пансионат для детей или для людей больных. Потому что в данном случае никакой необходимости для сегодняшних чиновников в этой даче нет. Содержание, если мне память не изменяет, где-то примерно в год составляет этого четвертого пункта объекта, где-то в пределах 70 миллионов. 70 миллионов, говорит Дмитрий Русских. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, через полторы минуты вернемся, тему еще добьем и поговорим еще кое о чем. Предприниматель, депутат 4-го и 5-го САЗового законодательного собрания Дмитрий Русских в нашей студии. Мы продолжаем 100 миллионов рублей для строительства новых зданий в резиденции на Черном озере. Мы сейчас эту тему обсуждаем. Остановились на том, что содержание уже существующей резиденции обходится бюджету. От 7, я думаю, это 10 миллионов рублей в год. Примерно, да. В данном случае это, в общем-то, даже по содержанию очень дорогое при сегодняшнем бюджете и при сегодняшней ситуации вообще мероприятие. То, конечно, мы бы в данном случае должны от всего этого уже власть отказаться, потому что все вот эти боярские замашки, дорогие машины, дорогие дачи, какие-то еще атрибуты власти, которые, в общем-то, на саму власть никак не влияют, они должны уже уходить в прошлое, потому что сегодня и жизнь другая, и бюджет другой, и вообще и люди уже смотрят на это совершенно негативно, потому что, ну, мне кажется, все-таки, что люди уже со временем начинают понимать, что все, что нам рассказывают и то, что делает власть, совершенно не вызывает у них никакой доброты и никакого понимания, а что будет дальше. То есть вы вообще не видите необходимости в строительстве там чего-то нового? Я вообще считаю, что это здание сегодня правительству области не нужно, оно должно передаться в социальные какие-то определенные объекты или Министерство образования, или Министерство здравоохранения. Я бы кому-то из депутатов сегодня отдал мою идею, чтобы они вышли на пленарки и предложили это сделать. Вот у меня вопрос, почему не задают его, если все... У нас, к сожалению, в ЗАГС уже давно не задают вопрос, и это, к сожалению, очень плохо, потому что после того, как там был задержан господин Плитко, и это становится местом взятия коррупции и такое взяточничество, то после этого надо было сразу... Аура нехорошая у этого места. Да, аура нехорошая, то надо как бы... Давайте ее детям отдадим, пусть они почистят ее. И потратим 100 миллионов и сделаем там прекрасный детский санаторий или какой-то там пионерский лагерь. А мы, между прочим, не знаем, а вдруг действительно хотят это самое сделать. Там вот, правда, в социальных сетях обсуждается, что к 23-му году как раз, собственно, планируют завершить строительство, потому что в 24-м году, вероятно, у нас все-таки будут какие-то юбилейные мероприятия, связанные с Кировом, и к нам приедет огромное количество делегаций из всех регионов нашей страны, и где-то людей надо будет селить. Это, во-первых, иллюзия. Никакой большой делегации сейчас уже давно по юбилеям городов не ездит, и бюджеты совершенно другие уже все сократились, потому что федеральная власть тоже понимает, что бюджет федеральный уже на протяжении 2014 года становится все тяжелее и тяжелее, то понятно, что все эти пиршества и поездки, они очень сильно сокращаются. В 23-м году никто не знает вообще, что будет. То в данном случае, если даже кто-то к нам в гости приедет, у нас есть прекрасные отели, это стоит совершенно небольших денег. Не 100 миллионов. Да, не 100 миллионов, и содержание. Мы еще за три года потратим на содержание еще примерно похожую сумму. Значит, то в данном случае я считаю, что это вообще как бы никому не нужно. А вот если бы гости приехали и удивились, какой у нас красивый и чистый город на юбилей, это было бы для кировчан гораздо приятнее, чем они приехали и пожили там в какой-то дорогой резиденции для каких-то непонятных людей. За забором. За забором, да. Так, хорошо. Я надеюсь, что все-таки будет какое-то пояснение от правительства области по поводу вот этого постановления. Да, нет. Что? Если нет, то хотя бы от депутатов. Подписано председателем правительства. Да, Александром Чуриным подписано. Переходим, собственно говоря, к тому, каким должен быть красивый и чистый город. Вот у меня к вам вопрос. Когда у нас в нашем красивом и пока не очень чистом городе уже закончится этот спектакль с выборами, там, в кавычке я это слово беру, главы администрации, то у меня есть ощущение, что от него уже все устали. Вот появляется свеженький кандидат, да, Николай Богачев, начальник отдела организационной и кадровой работы Министерства энергетики из ЖК Хакеровской области, Вячеслав Семаков, который дважды участвовал в предыдущих двух попытках. Решил больше не участвовать. Решил больше не участвовать. Правильно сделал. Дмитрий Осипов продолжает участвовать. Он такой упертый человек, который, в общем-то, понимает, что надо участвовать до последнего победного звонка. И вот ему появился новый соперник, который сейчас он будет еще и с ним бороться для того, чтобы победить. Значит, я думаю, что... Давайте серьезно. Да, это, наверное, последняя серия театра этого, который происходит. Этих звездных войн. Да, я уже думаю, что все уже, наверное, правительство области и все ответственные люди очень плотно работают с городскими депутатами, чтобы все-таки эта победа Дмитрия Осипова состоялась. А почему это Дмитрий Осипов? Может, Николай Богачев? Ну, мы же взрослые люди, но мы же понимаем, что это технический кандидат. Он говорит, что нет. А что он должен сказать, что я технический кандидат, что ли? Нет, но мы же понимаем, что в данном случае есть одна кандидатура, она поддержана и губернатором, и представителем правительства Дмитрия Осипова, и она должна все-таки всех победить и сделать наш город гораздо красивее и лучше. Ну, зачем? Вот объясните мне, зачем? Ну, не победит, но останется исполняющим обязанности или первым заместителем. Работать это не мешает? Простая процедура вообще мне казалась, я вообще думал, что все-таки у людей гораздо, кто принимает решения, больше в голове мозгов, то, в принципе, после того, как не прошла кандидатура и депутатский корпус, а в первую очередь фракция «Единая Россия» не обеспечила Дмитрию Осипову победу, в виде своей явки и голосования за него, можно было отпускать спокойную ситуацию и работать исполняющим обязанности до двух лет. Зачем так важно, чтобы вот именно глава администрации? Почему это так важно? Ну, это очень сложно, на самом деле, объяснить, потому что я бы пошел по другому пути, я бы, допустим, показал бы за полгода, год эффективность исполняющего обязанности и спокойно бы вышел к депутатам и сказал, ребята, вот я год отработал, посмотрите, что я сделал. Вы сейчас не имеете морального права меня не поддержать, потому что я именно переживаю за наш город. Смотрите, Дмитрий Михайлович. Если это не происходит, то в данном случае ведутся всякие переговоры с депутатами, им обещая, что только не обещают. Так-так-так, а что это им обещают? Оппозиционным там и кадровое решение, и кого-то на работу взять. Но почему-то не жить-не быть надо обеспечить Дмитрию Осипову не просто победу, а такую очень мощную победу, что фактически там две трети депутатского корпуса должны за него проголосовать. В том числе и оппозиционные депутаты. Это откуда информация? Это такая вот внутренняя какая-то, да? То есть об этом люди говорят? Можно ее называть инсайдерской, как хочешь, но вот работа ведется очень большая, и в данном случае я думаю, что все-таки счастье Дмитрия Осипова и кто его выдвигает, по-моему, там на третье число сейчас перенесли уже Думу городскую, все-таки осуществится, и будет у нас полноценный глава администрации города, похожий, в общем-то, ничем не отличающийся ни от Шульгина, ни от Дранова, Перескокова, Мачехина, ну, вся история... Дальше мы уже не помним. Да, я уже просто запутался. Там был Василий Киселев, и он, по-моему, был главой администрации, он совмещал все. Подождите, Василий Киселев был последним мэр города, который всенародно избирался. Да, после него пошли различные люди, и всем при этом их было очень много, но город, к сожалению, за эти годы не поменялся. Так, подождите, вот Дмитрий Осипов работает то ли два, то ли три месяца уже в дождь, исполняющий в обязанности, вы изменения какие-то в городе замечаете? Ну, дороги начали раньше ремонтировать, справедливости ради скажем. Ну, слушай, как бы, дороги это все-таки дороги. Они федеральные деньги приходят, и уже всем давно должно было быть понятно, что чем раньше проведете конкурс, мы об этом еще говорили в 13-м году там, да, на пленарных заседаниях, тем быстрее мы получим хорошие дороги, потому что все-таки сезон у нас дорожный очень короткий. В том году целый день, все лето дожди шли, в этом году тоже пока погода не очень сильно балует. То вот здесь не надо никаких усилий, здесь надо просто все делать с головой. То есть видимовых результатов вы не видите? За 2-3 месяца, конечно, их можно увидеть там, да. Но то, что мы сегодня там должны увидеть, то мы увидим, наверное, там в течение года. Значит, при всем при этом я, сильно говоря, не очень понимаю, в чем будет большая разница, потому что еще раз хочу сказать, что что только нам не рассказывали, что только нам не обещали, какие только нам планы не рисовали и картинки, что город будет самый лучший, мы просто видим, что за весь этот период времени все люди, которых кто-то предлагает, а их предлагают там или олигархические структуры, или там какие-то руководства области, это не предлагает население. И эти населения, к сожалению, никого этих людей вообще не знают. Мы еще ни разу не видели эффективного менеджера. Мы не видели, что на самом деле пришел человек, который может изменить город в лучшую сторону. Хотя бы просто начать в нем прибираться, его красить, мыть, ну просто как любой кировчанин его любить. Очень печальная история. Ну, зато она реальная. Так, теперь не про кировчанина все-таки, да, про Андрея Плитко успеваем поговорить. Ну, он тоже был на короткий момент кировчанином, и тоже, наверное, где-то в душе мечтал, что сделать, память оставить о себе. Очень непродолжительный момент, на самом деле, да. На прошлой неделе появилась информация, следствие ее озвучило, о том, собственно, да, что случай взятия взятки был не единичным. Да, их уже около 20. Около 20 фактов получения взяток, а сумма общая, там, более 10 миллионов рублей. У меня, Дмитрий Михайлович, к вам только один вопрос. Я так понимаю, что это не один и тот же предприниматель носил вот эти все 20 раз. Это носили разные люди. Я слышал, что вообще этих случаев уже почти под 50. Носили, молчали. Регулярно. Носили. Организование большого периода времени, организованной группой лиц, которая всю эту работу... По версии следствия, да, пока еще не доказано судом. Я не понимаю вообще, что происходит. То есть у нас люди наши, кировские, люди не могут объединиться, куда-то прийти и пожаловаться. То есть вы здесь живете и работаете здесь годами. Аня, я уже это тысячу раз обсуждал. Пока у нас не будет именно хорошей бизнес-политической элиты в городе, вот именно такой, которая переживает и которая готова стоять за кировчан и биться, всегда будет так. Ведь я где-то прочитал, что вот этот господин Плитко сказал на вопрос, а вот вы это все для чего, почему вы этим занимаетесь? Он говорит, а что вы, неужели верите, что мы приехали сюда за 120 тысяч работать и поднимать Кировскую область? Да ладно, ну мне кажется, уж не мог он так сказать. Я это читал. Ну вот он сказал, что... Это уж очень цинично звучит. Зато по-честному. Зато правда. Правда. Мы же все прекрасно понимаем, что все эти люди, которые приехали, они показали, что они приехали не за 120 тысяч. Они не приехали поднимать город Киров и Кировскую область. Мы видим ихнюю работу. Не знаю, до революции разночинцы ездили в народ и уезжали из Петербурга в глухую провинцию. Мы даже можем знать, что в Советском Союзе такого не было, что все руководители приезжали и все работали. А, ну руководители, да, на БАМе, конечно, не руководители. Мы здесь уже тысячу раз обсуждали, ребята, пока вот это будут все вот эти варяги заезжать, проезжать. И не надо иллюзий строить, что они приехали поднимать Кировскую область. Хорошо, мы иллюзий не строим, но вот они приехали, они чужие, они нас обижают. Мы что, объединиться между собой не можем? У нас есть единственный сегодня с тобой аппарат. Это депутаты ЗАГС Собрания и городские депутаты, которые утверждают всех этих руководителей на эти должности. Значит, они несут персональную ответственность за то, что они проголосовали. Вот проголосовали, господа, за Шульгина. Значит, все, ребята, вы несете персональную ответственность. Если сегодня ЗАГС Собрания полностью проголосовала, в том числе и за Плитко, значит, когда они его утверждали, значит, они тоже несут персональную ответственность. Если они... это единственный барьер, который может быть работать. Другого барьера у нас нет. Другой барьер, это мы должны выходить на митинги и кричать, что... А мы это здесь не можем. В данном случае у нас надежда вся на депутатский корпус. Если они будут ответственно относиться к своей работе и будут каждого кандидата просматривать, и каждого задавать вопросы, и создавать именно барьер для того, чтобы все проходимцы и жулики к нам не заезжали и не получали такие высокие должности. — Дмитрий Русских с нами был в студии, предприниматель, депутат Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов. А у меня к депутатам 6 созыва такое, может быть, обращение созрело. Мы вот в развороте говорили про УСН и про помощь бизнесу, да, и про те условия, которые ставятся тем, кому... — Они не выполнены условия. — Ребят, пожалуйста, прислушайтесь к предпринимателям, вы будете принимать решения, да, и потом с этим будете жить. — Не надо принимать решения, которые ни на что не влияют. — Вот, золотые слова, Дмитрий Михайлович. Мы на этом «Особое мнение» завершаем. Спасибо большое всем слушателям. До свидания. — Спасибо всем. Хорошего дня. — Особое мнение на 101FM